Всем доброе утро. Что это ты делаешь? Зо. Это русский канал. Слава, по-русски говори. В общем, здесь вся ботва. Ой, так пахнет. У меня сегодня аллергия ужаснейшая, а ты меня на улицу вытащил. Руки почему-то красные, как будто кровь. Столько много я вырезал этих пусточков. В общем, я думаю, что время пришло, когда надо делать такую жесткую обрезку помидоров. Можно посмотреть, что у нас сейчас тут насобиралось. Ничего себе! Ты все листья пообрезал. Снизу, да. Больше две трети листьев я вырезал полностью, да. Оставил верхушки вот эти. И там, где цветет, там я оставил. Потому что пора и честь знать, потому что я не могу здесь столько хотеть помидоры достать, дать им возможность дальше развиваться. Потому что начнется болезнь, они сильно загустятся. Ну, в общем, это невозможно, да. И вот то, что я сейчас набрал. Вот они все эти помидоры. Все это мне нужно теперь получить и съесть. Что мы с ним делать будем? Ну, они должны еще вызреть. В общем, сейчас будет все хорошо проветриваться. Ммм, такая она сладкая. Не надо делать верху. Ну, правда. Я верю. Чтобы делать сладкими, я вам могу тоже попозже рассказать. Ну, в общем, урожай мне в целом доволен. Я, как всегда, хотел с куста, с одного куста, как идет, 20 штук. Мы взвесили. Самый большой помидор был 650 грамм. Средний большой 450 грамм. Если в среднем, они даже если будут по 300 грамм. Меня вполне устраивает то, что мы сейчас видим. В общем, я хотел где-то 40-50 килограмм. Не знаю, получится. Нет, потому что этот сорт я не знаю. Но вполне он меня тоже устраивает. В общем, что я сейчас сделал. Я им сделал очень больно. Я им дал сигнал на то, чтобы все соки пускать на то, чтобы все это теперь вызревало. То есть, вы все больно делаете? Да. Я говорю, руки как в крови. Я не знаю, почему. Можно видеть. Я не знаю, почему они красные. Вот они тебе сделали больно. Это не кровь. Это от сока. В листе, что ли? Да, я не знаю. Наверное, железа много в соке. И когда она оксидирует, попадает с кислородом в контакт. Тогда она краснеет. В общем, вот так я сделал. Многие делают сразу. Как-то обрезают снизу, снизу, снизу. Я дал больше времени на то, чтобы листья были. Для того, чтобы аромат был. Я считаю, что листья тоже дают аромат. Это питание с корней и питание с листьями. Все вместе оно дает аромат. Если было бы, допустим, так, что я бы сразу обрезал, обрезал, обрезал бы снизу. Я думаю, я не уверен, я так думаю, что все-таки меньше было бы солнечного аромата. Все. Это я хотел показать. Да, это покажу на своем канале. В общем, они должны набирать силу. Не должны оставаться такими маленькими. Для этого я обрезаю рис. Но это маленький сорт. Это же как черри томаты. Нет, нет, нет. Это я вообще про это не говорю. Вот такой как раз нормальный рост. Да. Больше это они будут тоже. Сладкие сладкие? Вот это мои первые китайские томаты. Что здесь можно увидеть? То, что они давали сразу большой урожай. Потом была очень сильная жара. И помидоры пошли резко вверх. Потом я посмотрел, что я сейчас себе скажу на будущее. Что я буду делать. Не знаю. Вы хотите, как хотите. В следующий раз я опущу эти кусты не в два стволика. Я опустил два стволика. В следующий раз опущу их в четыре, в пять стволиков. И чтобы вот этот урожай максимально на этом уровне иметь. Ну, это надо угадывать по погоде. Ну, я думаю, что можно уберечь. Чтобы оно не в рост шло, а так, да? Да. Потому что оно, допустим, давало сильные побеги. Я все равно все срезал со всеми цветочками. В результате оно пустило потом длинные побеги наверх. И стало то же самое делать наверху. Да. Просто то же самое может получиться теперь здесь вот с таким большим перепадом. Чтобы этого избежать, я постараюсь впустить в следующий раз по опыту моему. В три, в пять побегов. И они тогда не больше такого роста будет томат. Его нужно будет тогда осадить так, чтобы расстояние между ними было побольше. Я думаю, что можно будет добиться процентов 70 больше помидор. Это вот эти вот эти маленькие помидорки. Мне сказали, что это помидоры должны быть... Я забыл, как они называются. В общем, они должны иметь три цвета. Черный, красный, розовый. В общем, и бывает так, что люди обманывают. Бывает так, что раз и вырастет совсем другой. Я не знаю. Я посмотрю, что из этого получится. Я вижу, что сорт поздний. Но меня вполне устраивает. Этот сорт ранний. В том году они у меня уже в августе кончились. В этом году я думаю, что они уже в сентябре начнут у меня отходить. И следом пойдут эти до октября тогда. Вот. Ну, все вроде. Огурцы тоже чувствуют себя хорошо. И сейчас как раз тот период, когда солнечная радиация уменьшается с каждым днем. Увеличивается количество росы будет. И вот это все то, что я сделал, будет помогать мне, чтобы здесь было хорошее движение воздуха. Чтобы не было болезней. Тут я где-то заметил, местами уже начинала появляться эта гниль. Это перекормка или ожог солнцем. Это не гниль. Я покажу солнцем в этой теплице. Это когда перекормиваешь растения. Бывает такое, что у них двойная нагрузка. Они не справляются с этой едой. Грубо говоря. Солнце тоже стимулирует кушать. Они просто задыхаются от собственной еды. Это перекормка. Где-то... Не знаю. Это где-то надо смотреть. Это вот риси. Это жреют растения. Они... Вот. 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 Ну-ка иди сюда. Вот. Я уже руками оторвал. Вот. Появление гнили. Вот. Вот. Ну все. Вот это просто будет невозможно в данный момент. Все. Все. Я все сказал. Я все сказал. Столько у меня теперь вот этой ботины. Ну посмотрим. Я буду рад. Если я килограмм сорок соберу для такой маленькой теплицы. И мы тоже будем рады. Да. Эти... Малина как я сказал. Она сильно болела. Этот год она была полностью обморожена. Потом поражена. Ну все что слабое поражается болезнями. Мухами всякими. До сих пор тимус. В общем надо смотреть что тут делать. Все равно она вкусная. Да. А она двух... Два раза придает плодей. И вот они. Пошли. Новые кустики с новыми плодами. И вот эти всякие... Всякие вредители уже тут по... Не охота мне прыскать ничем. Посмотрим что можно снять. Зато ежевика. Ежевика идет хорошо. Это ежевика по-моему да? Ну вот так. И она сильнее против болезни. Ее не трогает. Сколько? Много. А когда я кушать можно? Это благородную малину. Она очень поздняя. В том году мы уже к заморозкам только собирали. Но этот год она лучше идет. Мне кажется этот год она может быть на месяц раньше будет. Тот год она не зря. Малинка вкусная. Да. Потому что она очень сладкая. Ее все другие насекомые тоже очень сильно видят. Сейчас я съем детям не оставлю. Они каждый день выбегают сюда. Я думаю куда малину девать? Да. Они тут стоят и едят. Все трое. Ну правильно. Они эти маленькие помидорки срывают вон там на террасе. И малину. Вот не обрезанные кусты. Бассейн ждет своего времени. В четверг обещают 30 градусов тепла. Вот я понимаю что можно сделать. Скорее всего их нужно будет отодвинуть. То есть все усеяно. Можно посмотреть. Видно будет. Раньше не было видно. Видно видно видно. То есть если сказать что это все увеличится в три раза в росте. В весе. Вот это все. Да это я не знаю. Мне кажется ведро помидор будет. Да. Ой так они сладкие. Это их можно как ягоды есть. Да это как мед. Дети тоже выходят вечно с зала. И сорвут. Нарвут. Нарвут себе. Как допустим сделать помидоры послаще. И как сделать так чтобы удобрение не воняло. Я допустим свои руки прямо в это удобрение. Чуть ли не в эти какашки ложу. Все. Ни соседи не жалуются. Я в руки пошел. По-моему ничем не пахнет. Все это можно добиться если у меня опыт. Так чтобы вообще не воняло. Ну естественно чуть-чуть побольше труда. Немножечко времени. И все. Вот то что эти вонючие удобрения. Трава которые перед ним абсолютно не воняют. Пахнет как прут. Все. Слава ехать надо. У нас сегодня предпоследняя неделя школы. И сегодня Леон мне показывает бумажку. Ну письмо с этого. Со школы. Что ему до завтра надо. Они короче будут спектакль играть. Как я уже рассказывала. Следующий понедельник для родителей будут показывать. И он там будет хрюшку играть. Или как сказать. Ему надо короче. Сначала они уже где-то месяц назад. Или два месяца назад. Говорили что нужно что-то для этого. Короче ушки. Это. Ну как у поросенка. И хвостик. Ну ушки мы купили. Хвостик там кто-то другой принес. А теперь пишут что костюм надо. И вот у него есть такая красная эта самая футболка. Говорит может пойдет. И теперь розовые леггинсы. Или лосины. Как я не знаю по-русски. И главное до завтра уже. Я говорю где мне взять. У меня мальчики. Откуда у меня могут розовые лосины быть во-первых. Во-вторых мне надо их покупать. Специально. А потом что с ними делать. Хорошо у меня племянница есть. Могу им отдать. Но все равно. Как-то не знаю. Я так разозлилась. Я думаю блин. Могли бы хотя бы за неделю раньше. Я бы в интернете заказала. У меня вот сейчас три магазина есть. Которых я думаю что это может быть. И которые тут поближе. Я не буду уже сотни километров ездить. Искать ему эти лосины. Короче поеду. Сейчас поедем. Слава в три магазина. Не найдем. Так все. Я так и скажу. Надо пораньше говорить. Предупреждать. Слава подожди. Я сейчас на другом. Давай расскажу. Ты говоришь. Времени нету. Я тоже пора. Я это. Вот сейчас надо будет быстро ехать. Уже девять часов утра дети все в школе. Слава на вторую смену. Вот. Сейчас бегом поедем искать. Надеюсь найдем. Не найдем так. Не мои проблемы. Надо заранее говорить. Говори. Вот. Время говорят это относительно. Когда не торопишься он быстро идет. Когда торопишься ждешь. 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 Когда он запустится. Да. Меня попросили с работы сделать фотографии. Потому что лучше всего когда человек делится опытом. Чем просто там сочинять что-то. Да. Если что-то есть показать. Это лучше чем если кто-то что-то может красиво рассказать. Ты ему просто поверишь. Я не за то чтобы сильно верить. Я за то чтобы видеть. Да. Чипать. Нюхать. Есть. Вот. Меня попросили. Давай делать хвостун. Да. Ну я. Хвостун. Хвостун еще не осень. А бы уже это как. А бы уже хвост. Фор Фройда. Это как. Я. Радость в том что будет все хорошо. Она превышает. Не знаю. В общем переведи сама. По немецки есть. Фор Фройдость и Беста Фройда. Ну радость перед тем как. Как сказать. Я не знаю как по русски. Да. Вот это самое неприятное что не знаешь как перевести. Да. А я то немка а ты то русский. Почему ты не можешь сказать. Ну. Давай делай фотку скорее надо ехать. Мне надо как. Тебе надо подать сдалека или ты хочешь близко. Нет. Фотографии они будут большие и так сказать можно будет приближать. Ну. Можно же будет приближать. Только не на видео нажми на фотку. Где фотка. Посередине. Да. С этого телефона я делаю всегда трансляцию. Да. Ну что. А уже фотографируешь что ли. Да. Уже сделал. Кстати. Завтра. Я планирую делать опять трансляцию. Ну сколько я не знаю. Сделать в 6. Опять. Или в 5 часов. Да. Наверное сделаю в 5 часов. В 17.00 по нашему времени. В 18 по московскому времени. Сделаю трансляцию завтра опять. Надеюсь что. Кто в тот раз не успел. Или не получилось. Папайша попадут. Будет очень приятно. если много людей будет. И вопросы задавайте. Буду с удовольствием отвечать. Как смогу. Так что. Завтра в среду. Какое у нас число. 5 число. 5 июля. В 17.00 по немецкому времени. В 18 по русскому времени. По московскому. То есть. Всех приглашаю. Без Славы. Слава будет на работе. Я буду одна с детьми. Там загущение потом надо будет. Ну поехали Слава. Ладно. Поедем. Слава сегодня. Поехал с классом. Ну короче. Попал. Как сказать. Ну короче. Не все в классе. Могли поехать. Они на областную. Областное соревнование. По легкой атлетике. И он такой счастливый был. Весь месяц. Я надеюсь меня возьмут. Я надеюсь меня возьмут. Выберут. И попал вот в этот выбор. Короче. не весь класс поехал, да, в команду попал. И сегодня вот они на стадионе, на автобусе куда-то поехали, там будет областное соревнование между школами, и он такой счастливый, такой, и, говорит, немножко переживает, что он там в высоту прыгать, что у него не получится. То он бегает, он может бежать, говорит, полчаса без перерыва, без проблем. Как это называется, Ауздал? На длинные дистанции. На длинные, да. На короткие он не будет участвовать, а на длинные дистанции. Это у него отлично получается. Ну вот я тоже жду уже. В 2 часа мне его забирать надо будет. Льюис, слава богу, на автобусе сегодня приедет у него. 6 уроков только. Леонов 3, замылил 2. Опять кататься придется. У нас в Германии такой, ну, вчера такой ужасный случай случился. Автобус загорелся, 18 человек. Сгорели. Ужасно. Ехали, короче, в Италию на это Гарда Зе. Я не знаю, как это по-русски. Да, в отпуск. В Италию ехали с Дрестан или откуда. И, короче, была пробка. И автобус врезался в конце пробки, в этот фуру. В загорелся. И вот они говорят, что это странно. Автобуса всего 3 года, новый. Почему он так быстро загорелся? И пока пожарные приехали, тоже пока вот эту пробку проехали. А тут в Германии такие сейчас правила, что когда, если, ну, короче, машины должны делать ретерус газ. Они должны уступать дороге. Да, они должны место сделать, чтобы машину мог полицейский проехать. И вот эти скорая помощь, и пожарки, короче. И люди все вот так вот смотрели. И, короче, сейчас говорят, вроде штраф будут. В общем, все. Штраф по ним. Все, для меня это просто на крови, на этом ролике, который они так редко случаются, решили деньги. Если вот усилить штраф, может быть так. Но, а с другой стороны, это всегда так. Человек, когда что-то, я, допустим, кто-то там, сразу начинает звучать сирена, что, куда, я, как, там. Теряешься, да. Да, ты сам теряешься. Все равно какие-то секунды там это. Тем более, это все, я одному человеку уступить дорогу, там целая группа машин, это надо как-то сгруппироваться. Это не так просто, сразу, быстро, моментально. Тем более, если это там как раз в пробке. И проверили сиденья, почему действительно так быстро все это сгорело и моментально, да. И стали проверять сиденья, которые местного производства, которые, ну, качество хорошее, подороже, они не горят. Да, вложат бумагу, зажигают, там, еще что-нибудь. Эти места обгорают, сиденья не горят. Потом они взяли, по-моему, с Китая, где-то вот эти самые дешевые. Чуть-чуть подожгли все это, вот, как парафин, как все начало речить. Да. И, конечно, страшные температуры, эти сиденья не горят, как свечка. Да, они должны как-то о безопасности тоже, вот эти вот материалы такие, которые не горят так быстро. Да, если начинают и готовить. Как сказать, жизнь за жизнь помогают в этих больницах. Это же вообще кошмар, вот так вот вживую сгореть. Это, я как представлю себе, ужасно, ужасно просто. Ну, не успели, да. Не все успели выдержать. Более, если он передом врезался, то, скорее всего, водитель был, может быть, сразу мертвый или еще, чтобы реагировать, там, открывать что-то. Да, да, он врезался, наверное, сразу был мертвый. Да. А дальше нужно было как-то людям самим реагировать. Да, да, вот в отпуск ехали, да? Да, да, я помню, у нас постоянно, раньше в Союзе было на окнах написано такой рычажок. Да, я тоже помню. Вырываешь, и окна вылетают. Такой, этот, молоточек, который выбиваешь стекло, да. Или молоточек, или специально резинки вытаскиваешь, и стекло выкладывает. Да, я до сих пор помню, у нас там в Казахстане было вот такие автобусы, даже старые. И тот там всегда висел такой молоточек, и там стоял, в случае чего, выбивать и вылазить. А здесь я вот сколько ездила, когда в школу ездила на автобусе, я такого не видела. Да, как-то насчет безопасности. Аллергия у меня сегодня кошмарная. Должно быть сегодня, вот сейчас 9 часов полдесятого, стояло, что с 9 часов должно выглядывать солнышко, и 10 часов светить сегодня, и 21 градус. А мы туда едем? Да, да, туда. Сходили вообще сначала, тут рядышком. Да, там Айкик, там все на куче, поэтому я туда. И это, и что-то вообще не пахнет солнышко, даже просвета нигде нет, все темно, облачно, 17 градусов. Ну, надеемся, что еще выйдет в течение дня. Обещали, дождя не будет. Мне хорошо, у меня работает. Для тебя хорошо работает, да. Завтра, вот завтра еще тоже будет 22 градуса, а вот послезавтра, вот там, будет кошмар. Опять жарище полное будет, и 3 дня, по-моему, будет удержаться. Ну, и потом опять уже гроза. Как это нормально в Германии. После жары, 1-2 дня, сразу гроза, молния. Ну, вроде уже так сильно потом температура хоть не упадет. Вот. Я вот что такое, что таблетку взяла, потому что чихаю бесперерывно дома. Хорошо, мне сегодня не на работу. Вчера отработала, теперь только в четверг и в субботу. И это, и вот таблетку сейчас взяла. Надеюсь, сейчас будет помогать. И надеюсь, что мы сейчас купим на Канаде. Найдем отдел, лосины для Леона. Мы слава, ну, черти, что придумали. У нас еще сейчас, не знаю, слыхали вы или не слыхали, или не будем о политике. Нет. В общем, да. Закон, короче. Если где-то с работы позвонят, скажут, выходи на работу, потому что Леонид не подойдет, если ты скажешь, чихать я хотела. Если скажут, лосины возьми, скажи, я чихать хотела. Да. У тебя есть всегда хорошая аллергия. Не, вот у меня какая бы аллергия не была, но на работе у меня, вот я иногда бывает утром встану, когда мне на работу даже, да, дома чихаю, нос течет, чешется, все. Прихожу на работу, у меня как рукой снимают. Почему, не знаю, может там какой-то воздух, и это специально, я не знаю. Да, кондиционеры стоят, или специально эти устройства, которые через... Вот все уходит, хоть... Светы через фильтр пропускают постоянно свежую. Хоть живи в этом магазине, блин. И постоянно там все убирают, были, нету, а за частота ты на первом месте. Да, я вот удивлялась, вот думаю, блин, как я буду работать, у меня же нос течет, беру с собой эти салфетки бумажные, что-то запасаюсь, я думаю, если буду там каждый распаковывать, и нос вечно это самое вытирать и чихать, это же было бы ужасно. Прихожу туда, все, ничего нету. Мешка хорошо. Да. Тот случай, когда работа делает здоровье. Ну да, что же мне теперь там, с утра до вечера быть? Нет, но тогда можно будет, если что, потом на всю смену. Таблетку взяла, пошла в магазин, ждать, пока она будет действовать, а то опять. Вот такие дела. А что тут поехала? Надо было раньше завернуть, теперь назад. А ну нет, так выйдем сюда. Ладно, потом переключимся и скажу, купили мы или не купили. Розовые. Розовые, мальчику. Ну, потому что это хрюшка, и хрюшка эта розовая должна быть, поэтому... Черт, что. И вот самое, что меня злит, это то, что вот один день до того, вот он вчера мне принес, а сегодня утром только показал, говорит, до завтра надо мне это иметь. Я говорю, откуда мне это взять? Я говорю, я поеду, в который магазин, знаю, объезжу, посмотрю, не будет, а все. Я скажу сегодня учителю, что ничего не нашла. Ладно, потом берем уже дома. Слава Богу, в первом же магазине мы нашли вот эти вот лосины. Самую Илю на праздник, на этот спектакль. Вот, стоит 3,99, слава Богу, не так дорого. Теперь это... И к этому же купила ему. У него есть, правда, красная такая футболка, но я другую еще одну купила сейчас. Вот с этими лосинами он наденет. Вот такая футболка. Красненькая. Он ее и так может носить, потому что там подсонять. Она стоила 3 евро, она евро 99. Удешевленная. Я дорогое не покупаю, потому что на лето и все, на следующий лет все равно он уже вырастет. После него у меня никого нету. Так что я дешевую, чтобы на один сезон хватило, а потом все равно он вырастет с него. Потом заму или вот такую футболку купила. Там скидка очень большая была в этом магазине. В таку я была. Я, мы, слава. Льюису вот такую футболку купила. Там до 70% скидка была на товары некоторые. И эту еще Леону купила. А то я всегда Льюису покупаю. В основном, потому что он старший. Не от кого на стену брать. И в основном, вот сейчас он сильно вырос резко, поэтому я ему много чего купила. А мне, а мне. А ему много достается от Заму, или от Льюиса. Ну, конечно, я не все так, что вообще тебе ничего не покупаю. Тоже покупаю новенькие. Но не так много, как вот Льюису. Поэтому я говорю, в следующий раз тебе вот еще такую футболку Леона купила. Слава Богу, эта проблема теперь хоть ушла. А то я так переживала. Думаю, где я ему достану эти лосины. Вот один раз одеть, и все. Ну, хорошо, у меня племянницы есть. Мои сестренки, девочки. Она будет как раз эти. Один раз вот оденет, и я ей подарю эти. Нам-то им зачем нет. Одни мальчики, девочек нету. Ну, вот так. Слава Богу, купили. Все. Все есть. Может, завтра идти спокойно. А я сейчас буду делать обед. И славу на работу проведу. Потом детей забирать, как я уже говорила. Ну, вот такие вот у нас покупки были. Поехали только за лосинами, купили еще. Ну, так всегда. Ладно, буду заканчивать это видео. Вот этот влог маленький. Ну, не такой он же маленький. На Балкале, правда, много. До следующего видео. Не забывайте, завтра в 18.00 по московскому, в 17.00 по немецкому времени сделаю трансляцию. Думайте уже, какие вопросики задавать будете, кто хочет. И рада буду с вами всеми пообщаться. Всем пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok